Всем привет, ребята! Это предыстория из настоящего времени уже. Я сижу, монтирую это видео, которое вы сейчас смотрите. И хочу вам сказать, почему же так долго у меня заняло выкладывание этого видео. Оно было снято уже давно, где-то там в десятых числах января. Так как по названию влога вы поняли, что Лёша купил машину, он покупал её не новую, он покупал её с рук. И после того, как он её купил, он должен был получить документ. И Лёша мне попросил не выкладывать видео до того, как он не получит документ, чтобы всё было официально, потому что он почему-то немножко волновался. Вот мы ждали, когда он придёт. Лёша сказал, что это займёт 4-5 дней. Но в итоге выяснилось, что всё это занимает 4-5 недель, чтобы они отправили. Тем более сейчас из-за того, что мало сотрудников работают на различных отделениях, все вот эти документации занимают ещё намного больше времени. Поэтому Лёша сказал мне, ладно, выкладывай видео. В общем, да, такая мини-предыстория, почему задержались настолько влоги. Я как бы сняла 3 дня в один влог, я их собиралась объединить, но я так и сделала. И не могла их выставить, потому что ждали мы документ. В итоге да. Приятного вам просмотра. Всем привет, ребята, друзья мои. Я к вам сегодня в таком ещё виде, после душа, с не уложенной головой в халате. Мы уже позавтракали, на самом деле, давным-давно. Я надела обратно свои зубы. Вот, сегодня уже третий день, как я хожу с Invisalign. Вчера я не снимала, вчера был, получается, такой полноценный день первый. Сегодня, получается, второй полноценный день. Короче, я запуталась, мне их поставили в понедельник, сегодня среда. Мне было немножко плохо физически, потому что я очень плохо спала. Мне и код мешал, и с зубами было некомфортно, и, в принципе, у меня что-то было немножко не очень со здоровьем. Поэтому я вчера не стала снимать, потому что я чувствовала себя нехорошо. Я сходила, погуляла у нас тут по району, находила кучу шагов. Но до съёмки дело не дошло, к сожалению. Сегодня Лёша уехал по делам, его пока нет дома. А у меня в планах поубирать, потому что... Потому что... Смотрите, кстати, как в Америке убирают мусор. Его просто раздувают в другие части. Ну, типа, с одной стороны в другую. Ну, что-то не бойся. Мы уже съездили в магазин, купили продуктов. Потому что к нам сегодня приезжают в гости наши друзья, Лина с Владом. Поэтому надо приготовить какой-нибудь вкусный ужин. Сейчас я буду с вами разбирать покупки. Лёша делает так, чтобы не скрипели наши двери. Ещё смотрите, какую красоту мне подарил мой любимый человек. Какой крутой букет. Обожаю такие. Надеюсь, он будет стоять долго и радовать меня. Теперь давайте разбирать покупки. И в первую очередь мы, конечно же, купили бананы. Куда же ты? Кто тут? Тут у нас остался один несётенький банан. Мандарины. Потому что всё-таки ещё новогодние праздники. Как без них? И яблоки. Я, кстати, сейчас яблоки есть не могу, но я их буду запекать. Ура! Не скрипи! Класс! Крабовые палочки. Потому что будем делать крабовый салат. Сыр пармезан. Листики различные. Голубика. Апельсиновое варенье. Джем тоже больше. Кукуруза для крабового салата. И Лёша взял бутылку красного вина. Базилик для салата каприз. Фрукла. Это бальзамический уксус. Сыр бри. Поздно. Чай. Велрестет. Это перед сном пить. Расслабляющий. Усыбляющий. Инжен. Ананасовый сок, а ты выпил с собой апельсиновый? Да. Сыр швейцарский, подтверждает. Огурцы и сыр моцарелла для салата Каприз. Всё. Из трейдера Джо покупки вышли на 45 долларов. А почему два? А я забыл говорить. Понятно. Короче, на 50 долларов вышел трейдер Джо и на 60 долларов и звонца. Или мы в Ральсе были? Нет, мы вонсе были. Вонсе. Ну, короче, в итоге на 100 с лишним баксов. Вот так, в принципе, немного купили. У меня тут готовится паста. Здесь запекается красная рыбка, лосось. Тут готов салат Каприз, крабовый. Вот такая вот штучка. Всё накрыло. С цветочками. Всё красиво. Здесь всё как всегда происходит. Дурь какая-то. Вот. Ждём гостей. Короче, я вас уже снимаю. Как вы все увлечённо собираете. Разбираете, точнее, штучки. У нас есть вот такая вот... Как это вообще назвать? Я не знаю. Ну, набор пазлов. Ну, типа пазлов, да, такие, которые надо разбирать. Попробовать их все рассоединить. Вот, все увлеклись. Угу. Все по подосу. Поели называется, ребят. Голодная ещё. Голодная очень. Здрасте. Тебе точно ничего. Нифига. Куда? Всё понятно. Ну, прижал. Как вам такое? Оба. А как вам такое? Вот там вот в одином спорте с моей стороны две штуки есть. Всё, ты влогер? Что ты там ищешь? Ага. Справа, справа, да. Там я вижу. Ага. Да, ну это ваше. И ещё одна возле коробки. И ещё одна возле коробки. Положи. Там нет. Вот ещё одна. Греш, привет. Это тоже ваша. Тоненький голосочек, вон. Смотри, зелёный. Вот теперь. Ну, не интересно, так. Наши друзья Алина с Владом уже уехали. Время на самом деле без 22 часа ночи. Я сижу тут с котиком, присел ко мне, засыпает на диване. Мы смотрели с Лёшей старый фильм «Чародеи». Ну, что-то он очень длинный и у нас как-то скучно стало. В общем, в итоге сейчас пойдём уже спать ложиться. Ну, малыш, ты уже готов к сну? Такой вот у нас денёк получился. Опять мало поснимала. Даже что-то и не знаю, что вам рассказать такого интересного. У меня теперь всё самое интересное – это зубы. Я продолжаю шепелявить. Кот продолжает спать в корзинке. Там, кстати, видно его в зеркало. У меня на голове бардак. Мы позавтракали. Лёша занимается делами, а я снимаю влог. Я надо смонтировать два предыдущих влога, потому что я долго не занималась монтажом. Сегодня проснулась в 10, но стала в 11. И не знаю, как мне это в трекере привычек отметить. Я же проснулась в 10, но устала я уже в 11, потому что я сидела в телефоне ещё час. Я сейчас присела делать макияж, предложила себе тут всё, что нужно. Мне нужно будет съездить, отвезти Лёшу до его родителей. И они поедут по кое-каким делам. И если всё это получится, то я вам расскажу, что это за дела такие интересные. А сама поеду в магазин, потому что нужно кое-что купить. Нам всё ещё нужно много чего для дома, чтобы съездить в Икею, но Икея далеко. Надеюсь, в ближайшее время получится, потому что нам нужно купить шторы и карнизы в зал. Нужно купить ванную. Вот эту вот, тоже как это называется, трубу, на которой вешается шторка для ванной. На самом деле много чего ещё надо. Некоторая посуда ещё нужна, а много посуды реально не хватает. Нам нужен новый чайник, потому что тот чайник, что мы купили, оказался не очень приятным. Чем больше мы его использовали, тем больше от него шёл неприятный запах, типа какой-то химии или пластика, я не знаю. Хотя на нём написано, что он алюминиевый, ничего в нём такого не содержится, но нам не понравилось совершенно. Потому что пьёшь чай, и если это не какая-то сильная заварка, типа с какими-то ягодами, а обычный там зелёный, например, то ты чувствуешь вкус химии. Это ужасно, так можно посадить желудок. Поэтому надо найти нормальный чайник. Не знаю, получится мне сегодня это сделать или нет, или лучше через интернет заказать. Но в любом случае мне нужен магазин за покупками. Я пока делала макияж, кстати, я уже закончила. Нравится мне делать такие странные, необычные, неповседневные макияжи, типа с голубыми тенями. Почему бы и нет? В общем, пока я красилась, мне пришла посылка с Amazon. Вот это вот. И это лыжный костюм. Я замучилась искать себе лыжный костюм. Из-за того, что у меня достаточно длинные ноги, мне не подходят ни одни костюмы, которые, типа, одним куском комбинезоны, короче. И также мне не подходят никакие штаны, они вечно короткие. Вот здесь у меня уже четыре попытки, которые нужно вернуть. Здесь две куртки, они мне не подошли, они мне обе большие. И двое штанов, они мне тоже не подошли. Они короткие. Точнее, одни длинные, но очень широкие. Типа, я из них вываливаюсь. Я очень надеюсь на тебя костюмчик. Ты был слишком дорогой, я надеюсь, ты мне подойдешь. Посмотрите, как он красивый. Я очень надеюсь, что он мне как раз и не будет большим или маленьким. Я ходила и в обычный магазин, и там все примеряла. Мне там тоже ничего не подходило, ничего не нравилось. Ну, буду мерить. В общем, я кручусь у зеркала уже несколько минут, пытаясь понять, насколько мне нравится. Ну, вроде бы, вроде бы. На самом деле это самый лучший вариант из всего, что было. Длина на ногах отличная. Здесь еще есть место, чтобы кататься, садиться, падать, вставать. То есть это обязательно должно быть здесь. Все-таки это для сноубординга. Рукава как раз. Чуть-чуть бы я бы хотела подлиннее. Но и так тоже неплохо, и хорошо, что их можно затягивать. Пояс мне чуть-чуть великоват. То есть здесь есть застежки, чтобы его затягивать. Но... Ну, типа для меня это бессмысленно, потому что вот насколько это широко. А мне бы хотелось чуть-чуть поуже, но можно что-то придумать. Расцветка офигенная, на самом деле он очень красивый. Я не любительница такого синего цвета, но это все разбавляется яркими моментами. Поэтому это красиво. Для меня лично. Ну, как, то сноубордический костюм он не может быть супер красивым, если он, конечно, не стоит какие-то огромные деньги. Этот и так стоил 300 баксов, поэтому я думаю, нормально. Я не хочу ничего брать за 1000, за 500. Как бы я так много не катаюсь. В общем, вот здесь бы утянуть, и все будет отлично. Вот так вот. Будет вообще красиво, когда я утяну пояс. И, в принципе, он очень удобный и теплый. И я собралась. Сегодня у меня вот такой вот образ школьницы получился. Или учительницы, я не знаю. Делала кашемировый свитер, потому что на улице дубак. Но зато штаны с дырками, нормально все. Что ты следишь за мной везде? Что ты за мной ходишь? В общем, я выхожу уже в магазин. В принципе, нам больше некуда идти, если что. Скоро уже будет год, как мы сидим на карантине. Это капец, как у нас все закрыто. У нас ничего не работает, кроме торговых центров. Спасибо, что хоть они работают. И то там открыты не все магазины, а только частично. Некоторые. И все. Стараны закрыты. Кино закрыто. Все различные развлекательные штуки. Все закрыто. Ну, короче, все. Да, кошечка? А что за то весело? Ой, как весело дома. Ой, как весело, весело. Мама с тобой играет. Играет. Сейчас достает тебя. Я уже вернулась домой. У нас такой ветер поднялся сильный. Там все что-то гремит, все летит. В последнее время очень часто ветер. У нас прям такой ураганный какой-то. На самом деле для нас ветер это не очень хорошо. Потому что вот эти вот огромные пальмы. Сейчас листики не видно. Ну, в общем, да. Вот эти листья у них отлетают. Они тяжеленные. Они падают как и на людей, так и на машины. Чаще всего, конечно, на машины. И машины повреждаются. Некоторые мнутся, царапаются. У некоторых стекла разбиваются. Поэтому это не очень, конечно, приятно. Так, надо включить гирлянды. А то как-то... Как-то не так. Все. Так, уже лучше. И елочку. Ура! Теперь более празднично. Я ездила за... Не знаю, как это слово называется на английском, но я не знаю на русском. Я ездила, в общем, за держателем шторки в душ. У нас нужна обязательно в форме буквы Г. Вот. Нам не подходит просто ровная. Нам нужна в форме буквы Г. Но есть везде ровные, есть круглые, но нет в форме Г. Нигде. Почему? Почему так сложно где-то продавать вот эту держалку, вот эту вот палку в форме буквы Г? Не понимаю. В общем, я ездила за этим. Этого не было. В итоге я купила кучу всего другого. Почему бы и нет? Я купила вот такой поднос. Очень хотела. Кругленький подносик вот сюда. Вообще, мы хотим здесь поставить кофейный столик. Возможно. Но это не точно. Как найдем идеальный, тогда точно купим. А пока... Не знаю. Пока нам ничего особо не нравится. Но мы все равно часто здесь пьем чай. Зажигаем свечи. Нам нужен был какой-то поднос. Я взяла вот этот. Мне он очень нравится. Можно поставить свечки красиво. Чаек. Ну, так уютненько, мне кажется, делает. И также я взяла корзинку. Она стоит неправильно немножко. В общем, оттуда должны торчать подушечки, белый пледик. Все это должно выглядеть уютно. Придавать такого тепла нашему дому. В общем, да. Плетеная корзинка. То, что я и хотела. И также я взяла две тарелочки. Серо-бежевая какая-то смесь тут с полосочками с такими. Ну, мне нравится. Время уже 8 вечера. Леши все еще нет. Поэтому пойду садиться за монтаж. А когда Леша уже приедет, я вам расскажу главное событие сегодняшнего дня. Наконец-то приехал Леша. Я бегу его встречать. Бегу. Бегу. Чтобы найти пульт от ворот. Кица, не волнуйся, я сейчас вернусь. Чуть. Пять минуточек. В общем, знаете почему все так это радостно? А все потому, что Леша приехал на новой машине. Он купил себе машину. Потому что мы с ним постоянно делили мою машинку, мой Lexus. Нам обоим все время куда-то надо. То ему на работу, то мне на работу одновременно. Или по каким-то делам. То есть нам так и так была необходима вторая машина. Вот. И где он? И Леша сегодня смог купить себе машину. Такой теплый воздух на улице. Вообще холодрига была прям. А сейчас очень теплый ветер дует. Это странно. Что такое? Ой, тут ручки выдвигаются. Привет. Привет. Ну и что? Я тебя поздравляю. Спасибо. Вау. Какие тут заводы вообще. А, ты же в Чечне сидела тут? Да. Не, ну мы сидели в салоне. А музычку можно? Актриски права. Актриски права. Ужас. Вау. Поздравляю. Ай. Рассказывай, что ты купил. Я купил Model S. Теслу. Поздравляю. Спасибо. Мы уже как-то покупали с вами во влоге одну Теслу. Купили еще одну Теслу. Почему нет, правильно? Ну из-за того, что мы теперь живем отдельно с родителями, они катаются на той Тесле. А Леша взял себе свою еще. Так вот. Пойдем пройдемся. А, давай пристегнусь. Давай. А что мне ремень сам не пристегивает? Ааа. Ну это будут следующие модели. Это просто еще... Апдейт не вышел. На эту. Прикольно, конечно, такой экран. Большой. Ну да, два экрана получается. Здесь еще один. А, да, вообще два экрана. Вот той... Это нет. По центру экрана здесь. Что удобнее получается в этом плане. И места намного больше, конечно, чем в той. Да? Ну да. Кстати, сзади вообще огромный. Спереди огромный багажник. Сзади огромный багажник. Угу. Блин, темно на самом деле. Конечно, ничего не видно вам. Ну все равно. Все равно, короче. Опа. Опа. Первый косячок. Не работает, да? Угу. Ты видел, какой на улице теплый воздух? Да, да, да. Братил внимание тоже, да. Какой-то неприятный. Да, родители обратил внимание. Ну да. Какая-то неприятная машина. Угу. Прикольно. То есть это уже может сама по полосам переходить. Да, да, да. Та Model 3 не переходила по полосам? Да, не переходила. Давай экскурсию. Пока нас тут ветром не сдуло, тут вообще просто ураган. Причем с горячим ветром. Есть ключики, отличие от наших. Прикольно. Да. Это удобнее, на самом деле, потому что с той вечной проблемы были без ключей. Тут я уже взял песочек для кота. Да. У родителей, да. А у нас же много песков. Ну, у них просто есть лишний. У нас есть. Ну ладно. Вот, короче. Ну, огромный багажник. Так, блин, место вообще завались. Смотри, сколько здесь еще. О. Жесть. Реально огромное. Я уже сел, даже посидел. Да? В багажнике я зачем? Да. Ну, типа посмотреть, сколько здесь места. По факту можно сесть реально и закрыть двери, и у тебя все равно нормально сидишь. Прикольно. Теперь нам придется все время воевать за парковку с Лешей. Потому что у нас одно парковочное место, и мы будем воевать, кто на улице, а кто внутри паркуется. Впереди не похожа. Угу. Ну, как впереди, как у той же. Больше, больше. Больше? Да. Нормально больше почему. Ну, классно. Угу. Ну, можно так, вижу, открывать. Ну, да. Да нет, с ключом удобней все равно. Да. И подходишь? Затрагиваешься? Как-то, по-моему. А как для меня там ручки выходили? Ты нажал что-то, или она на меня среагировала? Среагировала, может быть. То, что я подошла, и мне тоже ручки выходили. Да. Такой, ну ладно, паркуй, то холодно очень. Короче, это очень хорошо. Угу. Угу. Поздравляю. Да. Пишите все в комментах, какой Леша молодец. Леша очень много работает. Очень много. Да. Целыми днями. Днем и ночью. Спасибо. Да. Ты этого достоин. Да. Спасибо. А тут все сносит, быстрей. Главное, чтобы он, честно, тут песок не наехал. Боже, она реально огромная. Кажется теперь. Потому что моя-то не намного больше была мини-хупера. А это прям такая мощная. Смотрите, какой тут милый крюч. Он в виде Теслы. Такой черный. По-моему, если не ошибаюсь, можно снять вот эту верхнюю. Всем большой привет от Анюты и Леши. Привет, привет. У нас доброе утро сегодня. И мы едем на Лешиной новой машине. Он едет довольна, у него улыбка с лица не сходит постоянно. Мы едем в Малибу сегодня. У Лешины и сестры будет день рождения. И мы там делаем ей все вместе сюрприз. Там нужно немножко украсить, и мы едем пораньше. Там ребята арендовали дом, получают, и туда мы едем. Да. У нас хранились украшения, еда хранилась, чтобы никто ничего не спалил. Поэтому все это туда везем, быстренько украсим. И мы немножко там, наверное, погуляем, проведем как-то время, да? Да. Если успеем вдвоем. Сегодня такой солнечный теплый день. Я, кстати, вчера погоду проверяла. Там, по-моему, на среду или на четверг написано, что будет плюс 27. Я такая, класс, я купила себе лыжный костюм. Точно покатаюсь на лыжах. По-любому. Даже... Ну, как бы... А когда снег будет? Скажите, пожалуйста. А когда будет холодно? Главное купить костюм. Снега не будет сразу же. Покупаешь лыжи, будет лето. Покупаешь костюм водолазный, да? Так обидно. Будет зима, конечно же. Так обидно, на самом деле. Ну, как бы я знаю, что в Лос-Анчелесе не будет снег, но если бы здесь было хотя бы чуть-чуть прохладней, то вероятно, что в горах больше будет снега. Вот. А так, как бы в горах там тоже до минуса теперь не падает, потому что почему-то жара пришла. Вот. Так что, не знаю, расстроилась этим лыжным костюмом. Я так хотела поехать покататься уже в январе, но в январе сказано, что уже не будет холода. А потом уже весна как бы у нас быстро начинает. Мы уже зашли в дом. Здесь все такое винтажненько. Смотрите, какое прикольное. С цветочками. Кухня красивая. Светлый зал. С видом на океан. Сейчас покажу. Вот там видится океан. Красивый. Так солнечно сегодня. Классно. И здесь, смотрите, я обнаружила винтажные гарди. Это же так круто. Посмотрите, вот это с Феррари. Очень крутая. Прямо вообще максимально классная. Вот это красивая такая. Вот это. Такие у них наряды. И вот эта красотка. Очень круто. Есть в комментариях какие-нибудь коллекционеры кукол? Или что-то в этом роде. Мне еще интересно, есть ли там где-то Барби. Может быть еще. А здесь из Диснея. Немножко. Коллекция. В общем, человек любит коллекционировать всякое. Явно. У нас есть теперь немножко времени и мы приехали к океану и будем гулять. Офигенно тепло. Просто даже жарко. Да, шикарно вообще. Так припекает. Я в шоке, что в январе настолько жарко на океане. Иногда летом хочется надеть шапку и пуховик, а сейчас очень жарко. Класс. Класс. А, пенечки смотри. Хорошенькие. И волны такие большие. Я? Не-не-не, я нормально все. Я нормально. Это не я. У меня же голова заболела от того, как я прыгнула твердо. Я считала, что будет мягче. Ну, главное. Мы такие выступы дурируем. Вообще. Выбрали на улицу. Дикари. Да. Обычно, видимо, тут где-то. Очень интересно. Мы дошли до камней, а здесь все внушли, все облепили, все камни. Собачка. Ты не потерялась, я надеюсь? Ты чья-то? Ну, что-то она одна бегает. Я надеюсь, она чья-то. Ты чья-то? Да, вон ее мужчина. Вон хозяин. Классная. Беги. 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 Напоминает тебе это? Да. Йеллоустон. Йеллоустон. По счастью. Нет, ну понятно. А вот это как в Йеллоустоне. Вот эти кадры. Ты такой милый. Ты так классно играешь. Он так хочет, чтобы мы ему кинули. Мы не можем. И хозяин ушел. Беги к хозяину. Где твой хозяин? Беги к нему. У нас тут еще один друг привязался. Прям тут такой волк, если честно. Вот такая вот мордашка, как у волка. И там он еще бегает. Столько собачек. Но это к нам что-то пришло. Где твои хозяева? Иди к ним, наверное. Спасибо, ребята, вам большое за просмотр этого видео. Я надеюсь, оно вам понравилось. Оно было немножко сумбурно, как и все мои видео. Я не умею доводить дело до конца. У меня всегда как-то все вот так получается, к сожалению. Я над этим работаю. И надеюсь, мы увидимся в следующем влоге. И он не будет таким сумбурным. Он будет нормальным. Всем пока.